Добрый вечер! Мы на этой неделе находимся в недельной главе Ноах. И я подсмотрел темы для этого Двартора в уроках Рава и Галя Полищука, духовного руководителя фонда Берот-Ицхак, журнала, многие знают. И одной из центральных тем в недельной главе является ковчег Ноаха. Сама по себе эта конструкция уникальна, и наши мудрецы разбирали в своих трудах настоящее значение и символизм ковчега. Рамбам обращает наше внимание на размеры ковчега, которые прямо написаны в Торе. Но даже если бы он был в 10 раз больше, он по закону физики не смог бы вместить в себя колоссальный тот зверинец, который находился там, а также и дул на все время потопа и все остальное другое. В этом одно из чудес ковчега, про которое сказано «малое содержит большое». Свойство это характерно для святой земли Израиля, мы сейчас замечаем это, и в частности для храма. И мы помним одно из десяти чудес храма, когда всем чудесным образом хватало места, и также маленький ковчег, как и храм, вмещал в себя гораздо больше, чем, казалось бы, мог в себя физически вместить. Говорят наши мудрецы, что потоп – это намек на состояние изгнания, в котором мы сейчас находимся. В те времена, когда у нас был храм, он был местом присутствия Всевышнего. Сейчас же мы живем в мире в состоянии шхина-бегалута. Божественное присутствие вместе с нами находится в изгнании. Где оно пребывает? Пишет Рамхаль. Да, мы много раз говорили, известнейший каббалист, авторитетнейший. В том, что свет Торы, который есть сейчас в изгнании, находится как бы в ковчеге, в местах Торы и святости. Места Торы нам, то есть, понятно, места учения, ешивы, колили, хедеры. Места святости – это, конечно, в первую очередь синагоги, которые считаются малым храмом. Раф Гутнер отмечает, что в Торе есть два места, где заповедовано строительство. Первое – это Тайват Ноах, строительство ковчега. И второе – Мешкан, строительство переносного храма. Раф Гутнер умер в 1981 году, выдающийся мыслитель и педагог Равин. Он один из духовных лидеров движения Мусар. Среди его ближайших последователей были Раф Шлома Вальбе и Раф Моше Шапира, ставшие духовными лидерами движения Мусар уже в наших поколениях. Так вот, Батэ Медрашот, дома учения, ешивы, колили, соединили в себя свойства обоих этих строительств. С одной стороны, это как ковчег Ноаха, а с другой стороны, это как Мешкан. Они являются пребыванием Бога в Галуте, и они спасают от бурепотоков вокруг. Когда Раша объясняет устройство ковчега, он говорит о том, что его смолили изнутри и снаружи. И для сравнения, Раша приводит один ковчег Тейва, в котором положили маленького Моше, чтобы опустить воды Нила. В отличие от ковчега Ноа, ковчег Моше был посмолен только снаружи и не изнутри. И наши мудрецы приводят несколько тому объяснений. Первое, это то, чтобы праведник Моше не почувствовал дурного запаха смолы. Второе, чтобы опасные воды потопа были настолько сильны, что необходимо было двойное смоление. Это выглядит немного непонятным. По мнению Романа, весь ковчег был сплошным чудом, а если так, то какая разница, один слой смолы или два. Однако Всевышний не только приказал это Ною сделать. Он записал это еще нам в Торе, и это урок для всех последующих поколений, для нас с вами. И в этом есть что-то, что мы должны выучить. Когда вокруг нас острая неблагоприятная среда, которая мешает нам быть богобоязненными евреями и сохранять свое еврейство, то уже просто оставаться на своем уровне – большая заслуга. О чем это? Описание ковчега показывает нам путь, как выжить и сохранить себя, когда вокруг нас потоп скверный, тумы, нечистоты. Наш ковчег, наше отделение должно быть настолько прочным и надежным, чтобы выдержать бурю потока, потопа. По сути дела, Тора нам заповедует просмолить себя изнутри и снаружи, и даже если это очень ограничивает и мешает нам нормально жить. Образно, да, смола и запах. В последние стилетия функция Ишиф изменилась. Если раньше это был мешкан, святилище, место святости, то в последних поколениях Ишивы становятся больше спасительным ковчегом. Представьте ситуацию 100-150 лет назад. Вряд ли кого-то из нас приняли бы в Ишиву Воложен или Мир. Это великие дома святости, дома учения. И сегодня Всевышний привел нас в наши несколько поколений в конце 20-го и в начале 21-го века в Ишивы, в Коле или Дальнем Дамбе возможность учиться. Ведь не так давно для людей изначально далеких, которые такой возможности просто не существовало. И это чудо. Много сейчас говорят о Керуве, о том, как надо приближать евреев к Торе, и как только это может помочь нам всем и всему Израилю. Лучшая помощь, которая только может быть, это буквально взять человека за руку и привести его в Ишиву. Тем более, когда мы говорим о наших детях. Начав с внешней среды, чисто физической оградой от умы и от нечистоты и материальности этого мира, ученики Ишив со временем приобретают внутреннюю ограду, внутренний стержень, свет Торы, который помогает им в любых жизненных ситуациях. В этом и есть особая важность, и поддерживать существование уже имеющихся, и даже открывать больше новых Ишив, которые были бы ближе к нам, к новым возвращающимся к своему еврейству, евреев и их детям. И это уже большой урок для нас, и место для промежуточного лыхаема. Мы все молимся каждый день, чтобы Машиев пришел как можно быстрее, был отстроен храм и наступило окончательное избавление. До этого мы должны построить сами себя, наши дома, чтобы они стали место в присутствии Шхины. Мы должны тщательно оградиться от потока зла вокруг, невзирая на никакие неудобства, запах смолы, наполнить себя и наши дома светом Торы. Еще одна тема, еще одна сторона и пример, который дает нам Ноах для нас сегодня. Именно сегодня, сейчас, в непростые для многих евреев времена, когда многие переживают двойное изгнание, не только изгнание из земли Израиля после разрушения второго храма, в котором мы находимся уже больше двух тысяч лет, но и изгнание из своих домов, из страны обитания, сейчас, сегодня. Начало главы Ноах звучит известно. «Вот порождение Ноаха. Ноах был праведником в своих поколениях». Из объяснений Раши мы знаем, что подпоколение имеется в виду поколение Потопа и поколение Вавилонской башни. Однако, без того, чтобы привлечь помощь воображение, трудно приблизиться к пониманию написанного в этих стихах. Ноах жил в общей сложности 950 лет. Долгий срок. Он жил 600 лет до Потопа и видел весь упадок поколения. Он строил ковчегство в 20 лет, тем самым, все эти годы он старался призвать свое поколение к раскаянию, хотел убедить их в неминуемости наказания. Он уговаривал их раскаиваться, ведь тогда Потопа бы не было. «Теперь представьте себе горечь, которую пережил Ноаха, когда все труды, все его поколения, все его родственники, вся семья, за исключением жены и троих детей с женами, все погибли, исчезли в водах Потопа. И это произошло после того, как земля опустела, ничего не осталось, кроме его ближайшей семьи, и он нашел в себе силы снова основать мир, основать мир заново. И сказано про Ноаха, что он был цельным праведником в своем поколении, то есть от начала и до конца. После Ноаха все последующие поколения только опускались духовно. И это история с Хамом, то, что он сделал с Ноахом, и последующие поколения в Иоаннской башне, которое, как объяснял Раши, было хуже поколения Потопа. Ноах жил все это время, видел, что происходит, фактически все плоды его труда, весь вновь созданный мир опять катятся в пропасть. Он, который пережил Потоп, прекрасно помнил все, что происходило до и после, он знал, что есть суд и что есть судья, он видел новую катастрофу. И при всем при этом он смог выстоять, не впасть в депрессию, остаться цельным праведником своего поколения от начала и до конца. Нам с вами трудно представить масштаб ужаса Потопа, так как в наше время при всех случающихся катаклизмах и трагедиях ничего подобного не происходило. Ноах видел все это и намного больше, но несмотря на это он остался цадик Томим, полный праведником. Мы даже не можем себе представить, что это такое. В книге Лохохтов есть интересное замечание. Велинский Гон объясняет стих из книги Мишлей, пишет о том, что не в природе человека стоять на месте. Мы можем либо продвигать, прилагать усилия к тому, что двигаться вперед и вверх, либо неизменно будем катиться вниз. Это правило велосипеда, пока ты едешь вперед, как только остановился, ты падаешь. Стоять на месте и ничего не делать – это равносильно падению. В книге Лохохтов объясняется, что сказанное верно для благоприятной обстановки, когда никто извне не мешает заниматься нашим делом и царит относительное спокойствие. Если же человек помещен в период катастроф, катаклизм, находится во враждебной обстановке, и даже если он борется всеми силами за то, чтобы продвигаться вперед, а силы этой борьбы с трудом хватает ли на то, чтобы оставаться на месте и не скатываться вниз, то уже в этом огромное достоинство и на самом деле истинный подъем. И я считаю, что эти два важнейших урока, которых мы учим в нашей главе новых, это о значении ковчега в нашей жизни сегодня, о том, как и чем мы должны защитить себя и своих детей от непростых вот галута, способных поглотить нас, утопить наше еврейство, и в той силе новых, который остался с собой и до, и после потопа, после катастрофы катастрофа, значит, и нам не стоит входить в депрессию, думая, что мы падаем. В такие периоды, если мы хотя бы стоим и остаемся собой, то мы поднимаемся. Сил нам и выносливости, брахавы от слаха, и остаемся и дальше в поисках смысла.